Вероника, поздравляем вас с победой. Она была непростой. В второй партии выступали 2-5, но показалось, что очень вовремя нашли свой теннис и практически только несколько мячей отдали до конца матча. За счет чего удалось поменять ход игры, переломить ход именно второй партии? Да, я во втором сете выступала 5-2, но на мой взгляд не казалось, что я все равно делаю правильные вещи. Просто какие-то мини-ошибочки были, что привело к проигранной подаче. Не получалось взять прием, но потом я продолжила делать те же самые вещи. Более, будем так говорить, настроена, агрессивнее, жестче. И я рада, что сложилось все в мою пользу. Как вы проводите свободное время в Мельбурне? Удается ли что-то посмотреть? Или вот в связи с жесткими ограничениями из-за коронавируса только корд и отель? Нет, ну на самом деле по сравнению с прошлым годом все гораздо свободнее и более на таком, наверное, релаксе в этом году. Но мне удалось пару раз всего выйти погулять на улицу, сходила в зоопарк. А так в основном очень часто почему-то прихожу поздно, так как тренируюсь, восстанавливаюсь и уже приходишь в номер немножко подуставшей. Хочется, наверное, отдохнуть, полежать, поэтому я не так часто гуляю здесь. В то время, как мы сейчас с вами разговариваем, проходит матч и Мария Сахаря, она выигрывает один сет уже и брейк сделала вторым, потому что, скорее всего, именно с гречанкой вам предстоит дальше встречаться. Есть ли у вас какие-то мысли, чего вы ждете от этой игры? Ну, конечно, я жду этого поединка. Очень интересно играть с соперниками, которые в топе. Сразу будет видно, чего мне не хватает, чего мне нужно добавить, и поэтому я с нестерпением жду этот матч. У нас по личным встречам, по-моему, 1-1, и поэтому я уверена, что это будет интересный матч. И как с моей стороны будет борьба, так с ее, поэтому, я думаю, будет интересная борьба у нас. Мы тоже надеемся на интересную борьбу и, конечно же, на вашу победу. Спасибо большое, удачи. Спасибо.